Дайте Нобелевскую премию Богу Взгляните на этот инжир. В одном таком плоде тысячи семян. И из каждого крохотного семечка может вырасти такое же большое фиговое дерево, как и то, на котором созрел этот плод. Внутри каждого маленького семечка еще одно фиговое дерево. Какой химик может сделать то же самое? Сначала создать дерево, потом сделать так, чтобы это дерево принесло плоды, и каждый плод дал семена. И, наконец, сделать так, чтобы из семян выросли новые деревья. Скажите, существует ли такой химик? Ученик Они с большой гордостью говорят о своих достижениях, Шрила Прабхупада, но никто из них не способен достичь ничего подобного. Прабхупада Как-то раз ко мне пришел знаменитый химик и признался, развитие химии и весь наш научный прогресс подобны человеку, который научился лаять. Кругом так много естественных лающих собак, но никто не обращает на них внимания. Но если человек научится искусно лаять, на это придет посмотреть множество людей. Они даже заплатят по 10 или 12 долларов за билет, просто чтобы посмотреть на искусственную собаку. Наш научный прогресс нечто подобное. Если человек подражает природе, скажем, лает как собака, люди придут посмотреть на него и даже заплатят деньги. Но когда лает настоящая собака, это никому не интересно. И когда эти великие ученые-мошенники заявляют, что могут создать жизнь, люди восхваляют их и вручают им награды. А созданный Богом совершенный естественный процесс, в ходе которого каждый миг рождаются миллионы и миллионы живых существ, никого не интересует. То, что делает Бог, люди не считают большим достижением. Глупца, придумавшего какую-то воображаемую схему создания живых существ из мертвых материальных химикатов, они считают великим ученым и награждают Нобелевской премией. О, это просто гениально! Но никто не восхищается природой, которая под руководством Бога каждое мгновение помещает миллионы душ в материальные тела. Это непорядочно. Даже если предположить, что вы сможете создать в своей лаборатории человека или животное, в чем ваша заслуга? В конце концов, вы ведь создали только одного человека или одно животное, тогда как Господь создает их миллионами. Поэтому мы хотим отдать должное Кришне, который постоянно создает всевозможных живых существ, и мы видим это каждый день. Ученик. Прабхупада, помните Олдаса Хаксли, который в книге «О дивный новый мир» предсказал процесс генетического отбора младенцев для производства людей с определенными свойствами. Идея была в том, чтобы взять один набор наследственных качеств и вывести класс рабочих, взять другой набор и произвести на свет правителей, взять третий и вывести советников и ученых. Прабхупада. И опять-таки это уже присутствует в естественном порядке, созданном Богом, гуна-карма-вибхага-шах. В соответствии со своими качествами и деятельностью в прошлой жизни человек получает определенное тело. Если он развивал в себе невежественные качества и занимался соответствующей деятельностью, он получит невежественное тело и ему придется заниматься грубым физическим трудом. Если он развивал качество гуны страсти и занимался соответствующей деятельностью, то он получит тело в страсти и будет зарабатывать на жизнь административной деятельностью, то есть руководя другими. Если же человек развивал в себе качества, которые помогают обрести просветление и занимался соответствующей деятельностью, то он получит тело, озаренное светом знания, и его долгом будет просвещать других и давать им советы. Как видите, Господь уже устроил все самым совершенным образом. Душа получает то тело, которое соответствует ее желаниям и заслугам. И так общество получает граждан с нужными качествами. Вам не нужно выводить их. В соответствии с созданным Господом естественным порядком, каждая душа получает соответствующее тело. Зачем пытаться подражать тому, что Господь и природа и так делают в совершенстве? Когда ко мне приходят ученые, я им говорю, вы просто впустую теряете время. Они занимаются ребячеством, просто пытаются подражать лаю собаки. Когда настоящая собака лает по-настоящему, ученые не обращают на это никакого внимания, поскольку не видят в этом ничего выдающегося. Таково положение дел в наше время. Когда лает настоящая собака, это не наука. Но когда лает искусственная собака, это наука. Разве не так? Если ученым удастся добиться каких-то успехов в подражании тому, что Господь уже делает естественным образом, это считается наукой. Ученик. Прабхупада. Когда вы услышали заявление ученых о том, что теперь они могут создавать младенцев в пробирке, вы сказали, но это и так происходит в утробе матери. Утроба матери – самая лучшая пробирка. Прабхупада. Прабхупада. Да, природа уже действует совершенно, но когда какой-нибудь спесивый ученый создает жалкое подобие того, что уже делает природа, используя при этом ингредиенты, предоставленные ей уже, он получает Нобелевскую премию. Что говорить о создании ребенка? Посмотрим, удастся ли им создать хотя бы одну травинку в своих лабораториях, которыми они так гордятся. Ученик. Они должны отдать Нобелевскую премию Господу и Матери Природе. Прабхупада. Да, конечно. Ученик. На самом деле, я думаю, Нобелевскую премию следовало бы дать вам. Вы превратили столько глупых атеистов в преданных Бога. Прабхупада. Но ведь я естественная собака, поэтому они не дадут мне никакой премии. Смеется. Они будут награждать премиями искусственных собак. Субтитры создавал DimaTorzok